Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Богу за то, что каждый день для нас он наполнен Божьим промыслом. И поэтому, когда мы прикасаемся уже к новым минутам, секундам и состоянию времени, в котором мы просыпаемся, в этом уже есть Божье предложение. Может быть, это состояние, которое вызвано какой-то тревогой предыдущего дня. Может быть, это состояние, наоборот, когда ты ложился в покое и проснулся в покое, и вдруг неожиданно встречаются какие-то ситуации и тебя тревожат. В любом случае, чтобы это не было, это для нас с вами тренировка. Тренировка наших эмоций, тренировка нашего мышления, потому что управляем мы состоянием, либо оно нами. И поэтому задавать вопрос, что я чувствую, почему я чувствую, в связи с чем у меня сейчас такой осадок, либо, наоборот, хорошее настроение, чтобы мне это сохранить и приумножить, это те вопросы, которые стоит задавать самим себе и таким образом становиться не марионеткой в этом океане событий, ситуаций, дней, отношений, а все-таки формировать то, что называется местом покоя, то, что называется местом смысла, то, что называется Божьим присутствием. И поэтому я желаю, чтобы мы данный день начали также с Божьего присутствия, невзирая на то, что ты ощущал на старте или что ты ощущал, когда открыл глаза, когда смысл или осознанность к дню, она уже к тебе вернулась. И поэтому сегодня мы продолжаем, практически подходим к концу 23 главы из Второй книги Царств, чтобы нам с вами увидеть движение сердца Давида во всем этом, потому что его мысли, его сердце, оно умело констатировать факты, оно умело анализировать ситуацию, оно умело делать определенные выводы по людям, и это, в общем-то, давало ему успех в деле. Но в то же время что-то производило и в его сердце, и об этом мы узнаем чуть позже, но сейчас я хочу прочитать то, на чем мы остановились, и чуть-чуть захватить выше 20 стих, который мы просматривали последний раз. «Ванея сына Адая, мужа храброго, великий по делам из Кавцеила, он поразил двух сыновей Ариила Моавицкого, он же сошел, убил льва во рве в снежное время». А в продолжении он же убил одного египтянина, человека видного, а в руке египтянина было копье, а он пошел к нему с палкой и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея сын Иадаев, он был в славе у трех храбрых. Давид описывает свои состояния по отношению к этим людям с учетом фактов, с учетом их побед, с учетом их внутреннего стержня. Потому что, чтобы идти и сражаться на таком уровне, как мы сейчас прочитали, это говорит об этом человеке, о его мужественности, о способности видеть не проблему, а как ее решать. Сегодня так много людей, которые очень много говорят о проблемах, очень много выражают свое отношение к проблемам, но забывают, либо даже не знают, что твой фокус определит рост того, на что ты смотришь. И если очень много времени человек в своих мыслях, в своих чувствах проводит с проблемой, то эта проблема растет не только в нем, но и вокруг него. И поэтому для того, чтобы видеть позитивные выходы, результаты, то для этого нужно не на проблему смотреть, а задавать Богу вопрос, концентрироваться на его ответах, искать атмосферу его присутствия, чтобы начать слышать его и понимать, что он нам хочет сказать. И в таком случае, когда человек внутри себя эти моменты может отслеживать, то у него совсем другой настрой ко дню, к результатам, и более того, решение к нему начинает притягиваться. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы сегодня также стоим перед разными ситуациями. У нас уже известные нам вопросы, либо еще которые встанут в течение дня, но нам важно иметь мышление, которое не констатирует факты, а которое, анализируя ситуацию, получает выход. Выход от Твоего присутствия в нашей судьбе. Выход от того, что у Тебя нет тупиков. Выход от того, что Ты царствуешь, и Ты на троне. И я благодарю Тебя, что мы можем сегодня благодарить Тебя за любую победу в нашей жизни. Но мы не хотим там останавливаться, потому что жизнь продолжается, и нам надо успеть еще многое сделать. И Ты поможешь нам в этом Сам. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»